Патриотический акт Менгелик-Ель Казахстан был принят на 24-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая прошла в 2016 году. В нем были определены 7 незыблемых основ, первая из которых Менгелик-Ель, это независимость и Астана. 16 декабря 1991 года именно с этого дня начался отчет нового этапа в истории Казахстана – эры независимости, с момента принятия Конституционного закона о государственной независимости Республики Казахстан. Ему предшествовало важное событие. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента Казахстана. Выборы были безальтернативными. Единственный кандидат Нурсултан Назарбаев победил с 98-78% голосов при явке избирателей 88,2%. Независимый Казахстан появился на карте мира, как страна с четко очерченными границами, создав необходимые независимому государству структуры управления, обрел свою армию и утвердил все государственные символы. В 1991 году были приняты первые шаги по приватизации на основании указа президента Республики Казахстан о национальной программе разгосударствования и приватизации. Передача государственного имущества в частную собственность прошла в три этапа и закончилась в 2013 году. Казахстан стал членом ведущих международных организаций ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Евразес, ОДКБ и других межгосударственных объединений. За годы независимости Казахстан установил дипломатические отношения со 180 государствами мира. 15 ноября 1993 года в оборот была выпущена национальная валюта тенге. Тем самым сделан важный экономический шаг в укреплении суверенитета страны. 28 января 1993 года принята первая Конституция Республики Казахстан. Спустя два года, 30 августа, на референдуме была принята новая Конституция. 6 июля 1994 года Верховный Совет Республики Казахстан принял решение о переносе столицы из Алматы в Акмалу. Официально Акмала была объявлена столицей 10 декабря 1997 года. 6 мая 1998 года столицу переименовали в Астану. Спустя 13 лет она обрела новое название Нур-Султан. В 1999 году столица Казахстана добилась мирового признания. Город был удостоен награды ЮНЕСКО «Город мира». Эта награда присваивается новым городам планеты, которые за короткий срок достигли больших результатов в социально-экономическом, политическом и культурном развитии. Сегодня столица Казахстана – это не просто административный центр, а символ независимости и развития страны. Город стал площадкой для международных политических и культурных событий. Начиная с 2003 года в Астане проходят съезды лидеров мировых и традиционных религий. Последний состоялся в 2018 году. Это площадка межрелигиозного диалога духовных лиц и политиков, имеющая важное значение в развитии глобального процесса диалога культур и цивилизации. Одно из самых масштабных политических мероприятий, проходивших в Астане, стал саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который состоялся в 2010 году. В нем приняли участие 28 глав государств. В 2011 году в Астане и Алма-Аты состоялись седьмые Зимние Азиатские игры. Казахстан завоевал 70 медалей, в том числе 32 золота. Казахстан стал первой страной СНГ, которая провела международную специализированную выставку «Экспо». Ее открытие состоялось в 2017 году в Астане. В ней приняли участие 115 государств и 22 международные организации. Выставку посетили порядка 4 миллионов человек. В 2012 году Казахстан вошел в число 50 конкурентноспособных стран мира в глобальном отчете Всемирного экономического форума. Казахстан